Всем привет! У нас стоит прекрасная погода, наконец-то. Солнечно, не жарко, ветерочек. Приятно очень на улице находиться. У меня сегодня кухонный день. Смотрите, уже макушки там желтеют. На деревьях листья шуршат. У меня кухонный день. Я готовлю... Для меня это завтрак. Просто с утра у меня только кофе. А сейчас для себя я готовлю завтрак почти в 4 часа дня. Это первый раз я буду кушать. Значит, у меня есть сельдерей, красный перец, огурец. Нарезала лук. Здесь запекается у меня горячие два бутерброда. Один пойдет на завтра. Другой, наверное, сегодня, может быть, половину. Здесь тоже помидоры черри, сыр с перцем. Сосиска соевая. И у меня довариваются яйца, чтобы добавить их сюда в салат. Все очень просто. У меня муж тоже любит эти салаты. И, конечно же, сюда пойдут специи и майонез. Ну что, такой вот салатик симпатичный получился. Добавляю специи, черный перец и две ложки легкого оливкового майонеза. По-моему, очень даже симпатично. Яйца у меня органик. Огурчик тоже органик. Сельдерей не органик. Сейчас все это перемешаю. Приятного нам аппетита. Может быть, сегодня еще что-то приготовлю. Ну что, такой вот легенький перекус. Я еще люблю добавлять специи. Это горчица, это острый соус, бутерброд, салатик и жасминовый зеленый чай. Буся там с кем-то уже воюет. Он ждет, чтобы я перекусила и пошла с ним гулять. Он уже знает весь мой режим. Всем привет! Мы с гусиком вышли прогуляться и направились по нашему обычному маршруту. И смотрим, там, по-моему, питбуль сидит прямо привязанный перед домом. Естественно, у Мексов. И все бы ничего, потому что собака привязана. Но этот питбуль у них уже сбегал из дома. И я имела неприятности, в общем, страхи и так далее. Уже несколько раз здесь, в моем городе, мы натыкались на огромных бездомных собак. Ну, которые просто хозяева не усмотрели. А один придурок вообще нас преследовал с двумя псами огромными. Ну, естественно. Скажем так, не моего цвета кожи. Поэтому меня так все это бесит вообще. А у меня в BMW не работает тормозная система, нужно менять колодки. Завтра муж повезет машину в ремонт. Я должна вот это вот рисковать, потому что бусик мне не даст покой, он будет пыхтеть, чтобы выгулять собаку. Потому что какие-то скоты привязали пса прямо вот перед домом по нашему маршруту. А я же не знаю, насколько он хорошо привязан. У меня кабель не кастрированный. И вот я не понимаю, почему, например, я свою собаку вот здесь вот перед домом не держу. Почему в 11 часов я не даю ему гавкать. Почему я не даю ему подходить к чужим людям, например. Почему я не создаю никому неудобства. А почему мне постоянно какая-то скотина создает неудобства. Вот я не могу понять. Почему люди себе сейчас вот позволяют подобные вещи. И такой вообще беспредел, я смотрю, какое-то такое беззаконие везде творится. Ложь сплошная. Никого ни за что не судят. Сегодня почитала куча эмигрантов. 7 миллионов или 9, я уже не помню. Мексиканскую границу перешли. Илон Маск там был. Я, естественно, не накрашена. Я не хотела даже в эфир выходить. У меня вчера был напряженный день очень. Настроение мне подпортили. И сегодня вот. Потому что вот и ты такая какая-то злая. Ничего не успеваешь. Ну что значит? Туда пойти, потом вернуться и теряешь свое время, нервы. И так каждый день у меня практически. У меня каждый день, вот в течение месяца, постоянно какие-то неприятности. Вот даже сейчас взять не одна, а две машины поломалось. А обслуживать БМВ нужно ехать в другой город в течение часа. Я издалека, я даже не видела, что это за собака. По-моему, питбуль. Ну, у них питбуль. Или это чужая собака у них там. Может, они там тачки ремонтируют иногда. Может, чужая собака. Что, не привязали. Кто-то в гости, может быть, к ним приехал. Потому что у них своих две собаки, два питбуля. Может, это третья собака, я не знаю. Но мы вынуждены были вот пересесть в аварийную машину. Вот здесь вот. Что, не забрали ее, что ли, уже? Собаки уже нет. Там какая-то подушка лежит. Собаки уже нет. Собаки уже там нет. Хоть стой, хоть падай. А пораньше ее нельзя было забрать, чтобы мы вот эту машину не пересаживались. И обходить район я тоже боюсь, потому что вот мы ходим, у нас есть один маршрут вдоль этой трассы. И все, меня устраивает. Потому что здесь видеокамеры есть, более-менее безопасно. А по дворам лазить я не хочу. Интересно еще, во сколько ремонт обойдется БМВ. Ну, я еду вот здесь вот недалеко. Сейчас с Буськой погуляем, зайдем, может, в парк, вернемся. Вот из-за таких вот людей, пришибленных, которые вообще не считаются с какими-то удобствами других людей, своих соседей, вот из-за таких мелочей терпишь всякие мерзкие неудобства и нервничаешь. Ну, потому что мне как бы не очень-то приятно садиться в неисправленную машину. Вчера мне нервы вымотали, я не выходила в эфир. Вообще думала, что... Так мне вчера нервы вымотали, что я думала вообще ничего снимать не буду. Два дня подряд это продолжалось. Я не буду рассказывать, в чем был конфликт. Меня там начали выписывать с украинской стороны. И день и ночь пошли на смарку. То есть вообще не спала всю ночь. Потом целый день плакала, психовала. Спрашивала советов, как быть в этой ситуации. Даже пришлось прибегнуть к помощи психологов на YouTube. Бусенька, мы закрываем крышу, малыш. Не бойся. Все хорошо, маленький. Ну, а крышу закрывай. Не бойся, ты уже должен привыкнуть. Все хорошо, как здесь. Вот и в такой двигай. Ты где, малыш? Гуся, Гуся, на меня посмотри. А вот, хороший мальчик. Хороший мальчик. Тихонько. Мама, окна закрывает. Так, в результате выключила английский. Почему я побоялась, что собака аж, мол, привязанная была? Ну, потому что собаки могут срываться с этих своих ошейников. Вот если шлейка, то тогда он как бы в более надежном таком состоянии находится на привязи. Легче контролировать, если нормально по размеру подобрать. А если ошейник, у меня Буся очень ловко с ошейника выскальзывал. У них несколько раз сбегали эти питбули. И, в общем, много таких ситуаций. Вот там вот автостоянка, там тоже жил питбуль. Бегал между машинами, я в шоке была. Моя собака тоже сбегала. Но, извините, он же не питбуль. Вот, и сейчас поехали трое челкнутых на мопедах. Такие, не знаю, мопеды, мотоциклы. Очень все это гремело. Буся, иди сюда. А у меня Буся может тоже... Сюда иди ко мне. Бросаться на такой незнакомый шум. Например, он не любит доски эти, знаете, на колесиках, как их там называют. Бросается. На велосипед может прыгнуть. Ну так, чисто играючись. Ну, короче, не в этом суть. Поехали на этих мопедах. Один-то встал на одно колесо. Но факт тот, что это были, скажем так, чернокожие мальчики, подростки, скорее всего. Худенькие. И в черных масках. Вот. Пойди разбери, кто там за рулем. И почему они... Вот жара на улице. Почему они надели черные маски. Сегодня смотрела, как по криминалу наш город. Это село наше. Ну, мы живем в такой среднеопасной зоне, я бы сказала. Есть очень опасные зоны здесь по количеству преступлений. Особенно там, где много людей. Есть зеленые зоны. То есть там безопасно относительно. А у нас желтая зона. Ну, то есть что-то среднее. И то, слава богу. Ну, как-то так, не знаю. Сейчас такие все события в мире происходят, что... Иногда хочется иметь большой дом. С такой огромной территорией. Поставить там забор. И отгородиться от мира. Чтоб вообще никого не видеть, не слышать. Не знать, что там происходит в мире. Чтоб тебе в душу никто не гадил. Ни с того, ни с сего. У меня вчера день был потерян. Потом, как оказалось... Я выслушала в свою сторону кучу дерьма. Потом, как оказалось, что... Меня неправильно поняли. В результате я даже решилась посчитать, сколько денег я... Выслала в Украину. Чисто так, от злости посчитала. Я приблизительно знала. Ну, получилось, что на разные расходы, если все вместе взять, то 17 тысяч за 8 лет. Я думаю, что это не маленькая сумма, учитывая, что я год уже не работаю. Что я документами занималась долгое время. Да и здесь работала так... Как бы... Недолго. Муж помогал тоже. Нужны были мне деньги, например. То он мне давал деньги. Даже на моих детей. Адвокатов оплачиваю. Вот так вот. Вот моя машина стоит. Я гуляю там, где есть камеры. Потому что что-то мне как-то... Становится некомфортно. Может быть, просто нервы подорваны. Я раньше так гулять любила. По всем тут улицам лазила. Буся, садись, какай, а? Задрал. Потом на меня раз напал чернокожий мужик. Под 2 метра роста. С двумя псами. Второй раз он же. Третий раз что-то ходит орел. Потом одна собака бегает без привязи. Вторая, третья. В общем, сумасшедший дом. Уже гуляю чисто так. Под слово надо. Удовольствия никакого нет. Он спрашивается сегодня, если там ты знаешь, что... Ну, не только я хожу с собаками. И они прекрасно видели, что я хожу там с собаками. Как я там испугалась, как я кричала. Нет, все равно надо было пса перед домом посадить огромного. А я увидела, как он... Как бы услышала, вернее, как он гавкает издалека. Начала присматриваться. У меня очки слабые. Что, развернулась, пошла в машину села. Отпуск нам обгадили с этим номером. Теперь вот на следующий год, не знаю, как... Мы туда купили и зонтик, и перегородку, и собака там привыкла, привыкла в этом номере. Цена нас устраивала. Все, но сегодня... Вот я думаю, куда мы поедем на следующий год. Потому что менеджеры оказались непорядочными людьми. У нас возник скандал. Кто-то скажет, ой, хотя бы на океане побывала. Так не в этом дело. Ты платишь свои деньги, хочешь получить нормальный сервис без нервов. Люди не понимают. Ой, а я ж на океане там не был, или не была, или на море не была. Но иногда лучше вообще не ездить, понимаете? А когда ты платишь деньги, на что-то рассчитываешь, на какие-то услуги цивилизованные, а тебе там срут на голову. Конечно, это неудобство. Буси, сюда иди. Так, и что в результате? Бусик ничего не сделал, не покакал. Я просто потеряла время, я не послушала английский, потому что мы здесь побродили. Я уже наушники не включала, ничего там не доставала, и английский не искала. Все прервалось. Просто толпа потеряла время, потому что какие-то дебилы посадили свою собачку на травку перед домом, в общественном месте. я просто хочу знать, когда изменится мое настроение. и когда закончатся эти дебильные, мелкие, мерзкие неудобства. кого раздражает мой тон, мой канал, не смотрите. силой никого не держу. Ну, я сейчас камеру включу, интересно, сидит пёс там или нет. Или это только мне так повезло сегодня? просто так получается, что кто-то живет по правилам, старается ничего не нарушать. Да, собаки уже нет. А другим можно, например, и магазин грабануть, им ничего не будет за это до тысячи, если, например, банда набежала, магазин грабанула, а им ни хера не будет за это. Другим можно систему обманывать, бегать в эти футбанки, знаете, бесплатную еду получать и работать при этом нелегально, и налоги не оплачивать. Можно собаку посадить перед домом, опять же, без привязи, ну, вернее, на привязи, но без хозяина. Где это написано, что можно вот так вот собаку держать на улице? Без хозяина. Какого хера пёс сидел там? Да, он был привязан, но он был без хозяина. Хозяина рядом не было. Я почему должна доверять собаке их верёвке? Вот, брейк написано. Я ездила на этой машине из-за всяких дебилов. Так, мы полечили ушки, я ему начала опять давать от аллергии таблеточку раз в сутки. И я смотрю, бусик у меня сожрал весь сухой корм. Это был мясной, а это с красной рыбой, сальмон. И он выбрал мясной. Это более ранний, а это более поздний. Вот если бы он этот корм всё время ел, чтобы я не давала ему натуралку. О, интересно, он будет натуралку есть? Здесь у меня фарш индейки, кашка, овощи. И немного курицы. Я подогрела в микроволновке. Так, ну собака ещё подлизывает натуралку там немножко. Дело в том, что я перепутала эти корма. Оказывается, вот этот вот, тот, что бусик съел, это сальмон. Я специально такой хочу сделать эксперимент, какой корм лучший, какой бы выбрала собака. Это вот сальмон. Натур продукт. Супер премиум. Нет кукурузы, нет как-то грейн. Пшеница, короче. Так. Нет искусственных цветов. В общем, нет филеров. В общем, я показала. И состав здесь немного курицы и сальмон. Грейн фри. Так, а этот корм тоже супер премиум я купила. Вот этот уже натуральный. Вот ингредиент. Здесь есть немножко горошка, мясо и красный картофель, по-моему. Но что-то он его не захотел. В общем, понаблюдаем. У меня всё уже, эта коробка пустая. Ну, буду покупать-то, да? Да, бусинь? Субтитры сделал DimaTorzok